Пока одни разогревались уборкой, другие передавали тепло на расстояние с помощью бега. Для этого на площади у торгового центра установили спортивный автомат. По задумке проекта «Олимпийские перемены» такие же аппараты в то же самое время работали в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Томске и Ростове-на-Дону. Участие в акции приняли наши двукратные олимпийские чемпионы Ксения Дудкина и Алексей Тищенко. Что это за аппараты, с помощью которых можно делиться теплом, это лучше увидеть. Так что смотрим сюжет. Ленточка перерезана и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина одной из первых тестирует эту беговую дорожку. 30 секунд на месте, высоко поднимая колени. Именно так нужно бежать, чтобы аппарат заработал. Заранее на панели Ксения указала город, в который хочет отправить тепло. Девушка выбрала Новосибирск. Впечатление. Быстро согрелось, потренировалась заодно. С другой стороны находятся инфракрасные лампы, которые нагреваются как раз за счет энергии спортсменов. Можно погреть ноги, руки. Для этого нужно нажать на кнопку. На экране появится фотография того, кто 30 секунд бежал на такой же специальной площадке и в другом городе, чтобы лампы в Омске включились. Следующий амич, который обменивается теплом – Алексей Тищенко. Он решил согреть жителей Томска. У них сегодня на улице минус 16. Я бы, наверное, чуть-чуть усовершенствовал бы этот аппарат. Можно было бы, допустим, бег заменить каким-то велотренажером. Но если бы был этот бег, то с обратной стороны можно было бы сделать, как знаете, есть такие кофейные аппараты. Нажимаешь кнопку, а за то, что ты пробежал, тебе стакан горячего чая наливается. Если бежать медленно, автомат скажет, что нужно быстрее. У Андрея таких надписей не высвечивается. Девятиклассник пробежал уже не один марафон. Так что дистанция в 30 секунд – не проблема. Был бы еще спортивный костюм. За спиной Андрея на дорожке Михаил Расин. Спортивный директор департамента говорит, что бег полминуты – это в самый раз. Если ждать, пока каждый будет бегать по полчаса, это будет очень долго. Поэтому 30 секунд – элемент вот этого тестирующего аппарата представляет из себя доступность и многоликость. То есть много людей может к нему подойти. Согревать омичей как тренажер или как батарея аппарат будет еще месяц. Именно столько он простоит на площади в центре города. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна-7.